Жизнь не предназначена для того, чтобы давать нам то, что мы хотим. Жизнь предназначена для того, чтобы давать нам то, что мы заслуживаем. Мы собираем урожай осенью не потому, что просто нуждаемся в нем. Мы собираем урожай осенью потому, что мы его заслужили. И обязательно с моральной точки зрения, хотя, конечно, и нравственные законы тоже учитываются. Духовные и нравственные законы. Сты основные законы жизни гласят, если хочешь собрать урожай, то сначала обязан посеять. Так что запишите, урожай будет у тех, кто сеет. А причина сбора урожая, потому что они заслужили его. Они сеятели, они заслуживают урожая. Интересная фраза из Библии. «Если будешь стучаться в двери, то найдешь ту, которая открыта». Хорошая фраза, чтобы записать. «Если будешь стучаться в двери, найдешь ту, которая открыта». Открыта и ведет к возможностям. Открыта и ведет к встрече с кем-то. Дверь, которая ведет к сотрудничеству. Встреча с кем-то необыкновенным. Которая ведет к встрече партнеров по бизнесу. Если вы только будете стучаться в двери. Фраза далее гласит. Двери, ведущие к возможностям, открыты для тех, кто постоянно в них стучится. Итак, мы находим двери к возможностям не потому, что они нам нужны. Мы находим их потому, что заслуживаем этого. Только тот, кто стучится в двери, заслуживает найти открытую дверь. Но обещание гласит, если вы продолжаете стучаться в двери, вы обязательно найдете дверь, ведущую к возможностям. И еще оно гласит, кто ищет, тот найдет. Так что отметьте себе хорошую мысль. А хочет только тот, кто ищет, потому что он заслуживает этого. Вполне возможно, что сначала кто-то просто хочет найти что-то. Но теперь он знает, одной лишь нужды недостаточно. Если есть нужда, то надо совершенствоваться. Причина, по которой вам достанутся новые полезные идеи на этом семинаре, это потому, что вы пришли сюда в их поиске. Вы сели на самолет в поиске идей. Вы приехали сюда на машине в поиске идей. Вы добрались сюда ради того, чтобы найти. Теперь вам воздастся. Так что те, кто ищут, не найдут. Нет, они найдут планы. Представление, как им включиться в активность ради собственных будущих выгод. Так что если будете искать... Чтобы найти хорошую идею, вам надо смотреть вокруг. Искать. Нужно пойти в церковь. Нужно пойти на курсы. Нужно пойти на семинар. Нужно пойти в библиотеку. Нужно приобрести книги, если хотите найти. Редко, когда хорошая идея сама приходит. Редко. Если вы будете искать, вы найдете. Итак, мы получаем не то, в чем нуждаемся, а то, что заслуживаем. Это как, если вы спрашиваете многих, у кого-нибудь найдется ответ. Если вы продолжите спрашивать, ответы найдутся. Потому что благодаря задаванию вопросов вы совершенствуетесь. Так что мы получаем не то, в чем нуждаемся, а то, что заслуживаем. Мать-одиночку, которая находится на социальном пособии, нужно научить с помощью маленьких простых действий. Как ей начать заслуживать это пособие? Не просто получать пособие, потому что она в нем нуждается. Начать его заслуживать. Например, сотрудница социальной службы говорит Мэри. Мэри, я принесла банку с краской и кисть. И когда я приду в следующий раз, если дверь будет выкрашена и изгородь перед домом будет покрашена тоже, то я дам тебе 450 долларов. И покраска двери и изгороди перед домом стоит 450 долларов. Нет, это не стоит так много. Но это уже начало процесса. Так что отметьте себе. Я хочу начать процесс заслуживания благ. Каким он должен быть? Какой процесс я должен начать, чтобы заслужить хорошее здоровье? Чтобы заслужить хорошие отношения? Чтобы заслужить процветание? Чтобы заслужить свое дело? Чтобы заслужить возможность построить город? Что я должен сделать, чтобы начать процесс заслуживания? Итак, сотрудница социальной службы возвращается и видит, что дверь покрашена, изгородь выкрашена И вот теперь Мэри получает 450 долларов, которые помогут ей заботиться о детях Не потому, что они ей нужны, а потому, что она начала их заслуживать Затем сотрудница социальной службы начинает думать о других заданиях Она говорит, Мэри, если этих сорняков не будет, и этот маленький полисадник будет приведен в порядок, когда я вернусь Теперь, когда дверь уже покрашена, изгородь выкрашена Если удалишь сорняки и приведешь полисадник в порядок, то получишь 450 долларов И вот так, как за шагом зарождается новая жизнь Изучение процесса, как заслужить, а не просто нуждаться Мы же учим наших детей дома, верно? Ребенок говорит, Мне надо 10 долларов Скажите ему, что у нас в доме так не говорят В доме есть достаток, и закрома полны Сказать мне надо 10 долларов Это не способ открыть ваш бумажник Так что ребенок говорит, что? Как я могу получить эти 10 долларов, которые мне нужны? Вот что он должен научиться говорить Как я могу заслужить 10 долларов? Теперь бумажник открывается Теперь деньги начали движение Как я могу заслужить 10 долларов? Что я могу сделать, чтобы заслужить деньги? Не получить деньги, потому что они нужны вам Но, может, они и нужны вам У нас у всех есть свои нужды Но ключ к этому – выяснить, как открыть закрома Как открыть банк Как открыть источник невероятных ресурсов для самого себя И ответ здесь – заслужить это, а не просто нуждаться Вы не можете выйти в поле и сказать поле Мне нужен урожай Вот что вам ответит поле Ответит земля Кто этот клоун, который принес мне свои нужды, а не семена? Поэтому запишите Несите на рынок свои семена, а не свои нужды Не раскрывайте своих нужд рынку Только вашу готовность трудиться Мы об этом еще поговорим позже сегодня Потому что рынок не заинтересован в ваших нуждах Но заинтересован в ваших семенах Заинтересован в вашем усердии в работе Заинтересован в вашей дисциплине Заинтересован в ваших стремлениях Заинтересован в вашей энергичности В вашей рабочей этике Вот в чем заинтересован рынок Не в вашей нужде, но в вашей готовности Мы получаем то, что заслуживаем Продолжение следует...